добрый день дорогие подписчики и гости канала творческий сундучок с вами татьяна наконец сегодня я собралась пристроить вот этот блок выполнены в технике крэйзи квилт и расшиты в разной технике который можно бесконечно разглядывать это розочки вышитые лентами бисерные цветочки отдельный бисер разбросаны по полю и нитки здесь использовались как вышивальная мулине шерстяные нитки вот эти нитки это ирис и видите выглядит как мотыльки и даже простые швейные нитки сложенные в несколько раз то есть здесь можно фантазировать бесконечно но это конечно все отдельная тема а сегодня используя этот блок мы будем шить интерьерную подушку у меня есть сумка сшитая с применением подобного блока его вы видели на вкладке к видео сумка сейчас у дочери поэтому я могу показать вам только на фото размер блока 30 на 33 подушка будет размером 40 на 40 я вырезала вот такую деталь размером 42 на 33 вторую деталь размером 42 на 27 с учетом того что припуск киношвы у меня будут по одному сантиметру и на подгибку еще две вот такие детали две планочки размером 30 на 7 и две полоски 42 на 7 ткань это льняная и вы знаете что я стараюсь использовать ткани которые были в употреблении и в данном случае тоже не исключение и первое что я сделаю я вот таким образом пришью эти две планочки ну вот пришила я верхняя и нижняя планочки я решила не выравнивать в размерах стороны этого блока оставить вот таким он на три сантиметра отличается по высоте но мне кажется не должно стать от этого хуже теперь я пришлю боковые планки и после этого уже я буду выравнивать размеры ну вот я пришила планки отгладила выровняла края и теперь мне захотелось закрыть вот эту красоту и для этого я взяла дублерин заодно это уплотнит нашу деталь девочки кто опытен в работе с клеющими тканями вот эту ткань я попробовала через влажную салфетку и мне показалось что она приклеилась так лучше вот надо это делать или нет я не знаю у меня этот дублерин он вот такой рыхлый и я не знаю для чего он для каких деталей в одежде или где-то еще используется есть вот такой очень плотный мне достался на халяву так скажем я так думаю что его используют для уплотнения манжетов наверняка воротников такой очень очень плотный ну а так как мне показалось по крайней мере что увлажненная обработка в общем влажная обработка лучше при склеивании ну я это и сделаю наверно розочки мои примнуться ну вот после того как поработали утюгом полотно надо дать остыть и это точно знаю и вот смотрите прекрасно приклеилась все лишнее я срежу и теперь основные детали заднего полотна я сейчас их по одной стороне и большую и меньшую деталь прошли вот таким образом мы перед этим я заглажу все это утюгом чтобы удобнее было и ровнее вот так когда это заглажено можно даже и не скалывать и сейчас все это я прострочу на машинке и вот у меня прошитые готовые детали и теперь я беру полотно лицевой стороны подушки по рисунку здесь у нас вверх и к верхней части лицом к лицу изнанкой наверх я накладываю большую часть задней стороны сумки а сверху накладываю меньшую деталь и теперь я все это прострочу по периметру убираю последние булавочки я прошила по периметру и теперь осталось еще прошить проложить строчку зигзаг по краю шва ну и вот швы обработаны и сейчас выворачиваем можно помогать себе в уголочках палочкой и вот подушка готова так она выглядит с изнанки с дни и задней стороны кого-то наверное интересует вот этот заход запах так называемый у меня он 11 сантиметров а так выглядит подушка в интерьере и мне она нравится если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик я с вами прощаюсь до скорой встречи